Когда дети приходят в библиотеку, они ищут глазами знакомые имена, которые им подсказали родители. Дети спрашивают Николая Носова, Захадера, Чуковского, Михалкова, Лингрен, Волкова. Но ребенку-читателю необходим свежий воздух новой книги о современной жизни. Библиотека номер 18 Северного округа предлагает родителям познакомиться с современными писателями, пишущими для современных детей. Нарине Абгарян. Российская писательница армянского происхождения, получившая известность благодаря трилогии «Манюня». Родилась в 1971 году в городе Берт в Армении. Литературный путь Нарине Абгарян начался с того, что она завела блог в живом журнале. Там и появились первые истории про Манюню. Именно они и привели к известности. В сентябре 2012 года вышла повесть для детей «Семен Андреевич. Летопись в каракулях». А в апреле 2013 года Нарине Абгарян получила за нее премию «Бэйби нос», где повесть была признана лучшей детской книгой последнего десятилетия. В 2014 году у Абгарян вышла написанная в соавторстве с Арменом Ватьяном сказка «Великан, который мечтал играть на скрипке», повествующая о великане, полюбившем музыку. «Сказка» была признана порталом «Пап Мамбук» лучшей детской книгой 2014 года. Вскоре вышла написанная с Валентином Постниковым сказка «Шоколадный дедушка» о славном дедушке, который обожает сладкое и спит на потолке. Творческий дуэт Андрей Жволевский и Евгения Пастернак За период совместного творчества с автором написали больше 20 книг. Со творчества Андрея Жволевского и Евгения Пастернак началось в 2004 году с книг для женщин. Однако настоящий успех пришел к соавторам, когда они занялись написанием книг для детей и подростков. Писатели стали лауреатами и финалистами множества литературных премий. Первое детское произведение этого творческого союза – книга «Правдивая история Деда Мороза». А затем появились другие. «Время всегда хорошее», «Гимназия номер 13», «Москвест», «Шекспиру и не снилось», «Я хочу в школу», «Смерть мертвым душам», «52 февраля», «Охота на Василиска», «Бежим отсюда» и многие другие. Книги Жволевского и Пастернак пользуются большой популярностью у подростков. В чем же секрет успеха авторов? Писатели умеют найти увлекательный сюжет в реальной истории и написать о нем так, чтобы книга читалась в захлеб. Разговаривают с подростками на их языке, без нотации и нравоучений. Обращаются к пугающим и запретным в подростковой литературе темам. А самое главное – авторы умеют найти позитив и перспективу во всем. Нина Дашевская. Родилась в 1979 году в Твери. В 6 лет начала играть на скрипке. Училась одновременно в общеобразовательной и музыкальной школе. В общеобразовательной школе любимым предметом была математика. Эта детская любовь прослеживается и в творчестве. Литературный дебют Нины Дашевской состоялся в 2008 году. Журнал «Кукумбер» напечатал ее сказку «Паровоз, который мечтал играть на скрипке». В 2011 году вышла ее первая книга. Таблица умножения в стихах и картинках. «Семь невысоких гномов». Сюжеты и герои произведений Нины Дашевской почти всегда так или иначе связаны с музыкой. Сборник рассказов около музыки, повести «Скрипка неизвестного мастера», «Я не тормоз», «День числа пи», «Познавательная музыкальная история», «Вивальди. Времена года». Очень часто у персонажей Дашевской особое отношение и с математикой, ведь музыка, как утверждает герой повести «День числа пи», очень логична, просто не все это понимают. А в сказочных повестях Вилли и Тео «Театральный капитан» отчетливо звучат лирические и романтические нотки. Еще одно личное пристрастие Нины Дашевской «Любовь к велосипедам и самокатам» отразилось в повестях «Я не тормоз» и «Вилли». В целом, произведение сочетает черты приключенческой, исторической и школьной повести для подростков. Тамара Крыкова родилась в 1953 году во Владикавказе. В настоящее время на ее счету более полусотни изданных книг, тиражом свыше полутора миллионов экземпляров. Среди них – произведения для малышей, повести-сказки для детей младшего школьного возраста, фантастика и фэнтези для подростков, молодежные романы. Кроме сказок и стихов для малышей, первописательницы принадлежат и обучающие книги, школьные учебники и буквари. Школьникам в 80 лет будут интересны сборники смешных рассказов и стихов из школьной жизни. Тамара Шемилина удостоена звания лауреата первой премии Всероссийского конкурса произведений для детей и юношества «Алые паруса», заснятую по сюжетам ее рассказов в кинокомедию «Повторение пройденного». Для учащихся постарше Тамары Крыковой созданы остросюжетные сказки с волшебными приключениями, ожившими мифами, чародеями и феями, волколаками и русалками, красавицами и принцами. Ее сказочные повести полны магии и мистики. Действие нескольких фантастических романов для среднего и школьного возраста происходит в киберпространстве. В произведениях для старшего подросткового возраста Тамара Крыкова тщательно выписывает психологические портреты своих героев, старается объяснить мотивы поступков, раскрыть внутренний мир подростка, всегда закрытый от посторонних взоров. В ее книгах находят отражение острые проблемы взрослеющих детей, переживания, волнения и сомнения. Виктория Лидерман родилась в 1970 году в Самаре. Однажды ей попалось на глаза объявление о конкурсе прозы для подростков, и она захотела попробовать написать что-то для детей. А так как сама Виктория очень любит жан-городское фэнтези, когда в нашей обыденной жизни происходит что-то волшебное и невероятное, то пришла идея придумать такой сюжет и поместить современных подростков в такие необычные условия. Так родилась книга «Календарь Майя». Следом за календарем Майя вышла вторая книга автора «Первокурсница», адресованная подросткам старшего возраста. Это история о жизни, переживаниях и разочарованиях девушки Саши. Затем появились книги для подростков «Уроков не будет» и «Всего 11» или «Шуры, муры в 5-м Де». «Питомец Гешка», «Василькин к доске», «Светлик Тучкин» и «Пузырь желаний». В 2018 году вышла повесть «Теория невероятностей». В новой книге главный герой перемещается не во времени, а в параллельных мирах. Смещение реализма и фантастики помогает Лидерман показать проблемы современных подростков, этические проблемы взаимоотношений людей. По мнению критиков, «Теория невероятностей» – одно из лучших произведений Виктории Лидерман. Мария Бершацкая. Родилась в 1970 году в Минске. Мария Бершацкая говорит, что ей всегда хотелось писать детские книжки. И в 1997 году вышла ее первая книга стихов «Красный гном». А вскоре она придумала историю про девочку Женю. Постепенно родился цикл из 12 книг «Большая маленькая девочка». Эта книга вошла в пятерку лучших детских книг по версии интернет-журнала «Пап Мамбук». С именем Артура Геворгизова в современной детской литературе тесно связано такое понятие, как абсурд. Артур Геворгизов родился в Киеве в 1965 году, а в 1997 был опубликован его первый рассказ. Дом детской книги небольшим тиражом выпустил его первый стихотворный сборник «Мой бедный шарик». В серию «Город мастеров» вошел юмористический сборник прозы Артура Геворгизова со шкафом на велосипеде, что принесло автору звание лауреата первого всероссийского конкурса «Алые паруса». В 2005 году в серии «Школа прикола» была издана книга «Записки выдающегося двоечника». Следом читатели познакомились с новыми произведениями. «Хитрый зубов», «Мы так похожи», «Про драконов и милиционеров». В соавторстве с Сергеем Георгиевым Артур Геворгизов написал книгу по мотивам мультипликационного цикла «Три богатыря. Лучшие сказки о богатырях». Истории, сочетающие искрометный юмор и мудрость, рассказывают о том, как важно быть смелым и умным, и бороться за правое дело. В 2008 году вышло пять книг с необычными названиями, необычными иллюстрациями и в необычном формате. На профессионалов книги произвели сильные впечатления. Критики назвали их революцией в современном детском книгоиздании. Усилия автора вывенчались успехом. И в 2009 году серия получила премию «Книга года». Эдуард Веркин родился в 1975 году в Воркуте. По словам автора, писатель он начал, чтобы спастись от нелюбимой, бесперспективной работы. В это время его рассказы печатали в журналах Воркуты. Эдуард Веркин работает в разных жанрах. Он считает, что звучать на одной ночи скучно и утомительно. В его творческом багаже детективы, страшилки, фантастика, фэнтези, мистика, приключения, путешествия. Книги писателя выходят в сериях «Кошмарики», «Страшилки», «Черный котенок», «Лучшая книга ужасов», «Космические приключения», «Большая книга приключений». Серию «Только для мальчишек» открыла его книга «Челюсти», «Гроза округи», «Секрет настоящей рыбалки». Уникальность книг этой серии состоит в сочетании художественного повествования с полезной информацией из самых различных областей – техники спорта, путешествий, игр, увлечений и многого другого. Валерий Воскобойников родился в 1939 году в Ленинграде. В начале 90-х писатель вместе со своими единомышленниками смог создать серию книг для детей младшего школьного возраста «Рассказы о православных святых». Вышло 16 книг о святых, основанных на житиях и научных изысканиях современных историков. Еще одним интересным направлением в творчестве Валерия Михайловича стало обращение к эпосу разных народов. Но особого внимания в творчестве писателя заслуживает книга «Жизнь замечательных детей» о детстве выдающейся личности – Македонского, Суворова, Ньютона, Петра I, Чаплина и других. Книга была занесена в почетный список Международного совета по детской книге. Автор был удостоен почетного диплома. Всего в серии вышло 6 книг, которые ежегодно и переиздаются. Настолько велик интерес читателей к ним. Ксения Драгунская родилась в 1965 году в Москве. Отец – Виктор Драгунский, знаменитый писатель, автор известного детского цикла «Денискины рассказы». Ксения Драгунская – автор таких пьес для детей, как «Вверх тормашками», «Все мальчишки дураки», «Огурцы и другие пирожные», «Большая меховая папа». В 2012 году под одной обложкой вышли все ее произведения для детей, включая пьесы, рассказы и сказки «Целоваться запрещено». Ее рассказы «Очень грустная история», «Кто барбосный», «Лекарство от послушности», «Ерунда на постном масле» отличаются краткостью формы. Детским произведениям свойственно отсутствие открытого дидактизма, игра слов, абсурдный юмор, включение сленга и современных реалий. Современным детям интересно читать современных писателей. Они пишут в их стиле, в их духе и в их ритме. Знакомьте своих ребят с новым миром книги. Продолжение следует...